Музыка Специалисты продолжают ликвидировать последствия сильного ветра, который обрушился на Магадан. В домах по улице Пролетарской выбило стекла и оторвало кровлю. Также пострадали несколько автомашин. По словам мэра областного центра Юрия Гришана, муниципалитет откроет резервный фонд, чтобы помочь магаданцам. Градоначальник отметил, что последствия урагана нужно устранить в ближайшее время. Ждать наступления теплого времени и дождей не можем, потому что мы получим результат еще худше, чем он есть сегодня. Поэтому с кровлей, я думаю, что мы в ближайшие дни определимся, посчитают смертную стоимость, проведем государственную экспертизу смертной стоимости и подрядчик выйдет на работу. Кто будет подрядчиком, я пока сказать не могу. Мы проговорили с областью вопрос. У нас в резервном фонде всего 2,5 миллиона. Это небольшие деньги. Тем более, что нам еще до конца года мало ли какие сюрпризы природа преподнесет. Поэтому мы обратились к губернатору и есть понимание, что помогать городу в ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации надо. По словам Юрия Гришана, выбитые стекла в многоквартирных домах подрядчик вызвался самостоятельно восстановить. Специалисты уже делают замеры. В течение нескольких дней окна поставят. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. Согласно статистике, ураган повредил 46 кровель здания. Это различные объекты – банки, детские сады, школы. Также во власти стихии оказались рекламные баннеры и стела на въезде в Магадан, светофоры, дорожные знаки и урны. Кроме того, на котельных и центральных тепловых пунктах перешли с автоматического на ручной режим управления. Потому что, как утверждают специалисты, автоматика может не сработать. Вся информация об обрушении конструкции поступала в МЧС. Спасатели оперативно выезжали на место, оказывали магаданцам помощь и ликвидировали последствия. По словам специалистов, погибших и пострадавших от стихии нет. Сотрудники комбината зеленого хозяйства начали убирать мусор, который по улицам города разнес ветер. По словам экспертов, на их подведомственной территории больших потерь нет. Большого ущерба имуществу нашего учреждения, установленного по городу, не нанесено. За исключением нескольких фурн, пару деревьев. Остальное выстояло. Но санитарная уборка, бумажки, мусор, разнесшиеся по городу, будем убирать ежедневно. Коммунальщики продолжают расчищать улицы города. Техника ГЛУД уже очистила проезжую часть по улице Пролетарской, возле магазина «Мегавольт» и во дворе дома 84. В местах, где образовались снежные наносы, работают фронтальные погрузчики. КЗХ вывозит снег, а горсвет устраняет неполадки. Активные восстановительные работы проводят коммунальные службы города. Десятки единиц техники в различных микрорайонах Магадана работают со вчерашнего дня с целью скорейшего устранения разрушений. Во дворе дома по улице Пролетарской 84 сотрудники ГЛУД и КЗХ зачищают место обвала кровли. Но порывы ветра силой 18-20 метров в секунду пока продолжают препятствовать специалистам в выполнении высотных работ. Мастера снимают опасные для жизни людей металлические листы, висящие на самом краю крыши дома. Мэр города Магадана Юрий Гришан обозначил самым важным вопрос ремонта кровли здания 82 по улице Пролетарской. Утром мы провели еще одно заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Определили с алгоритмом действий по восстановлению этой кровли. Создана городская комиссия, куда вошли представители департамента ЖКХ, Минстроя, фонда капитального ремонта. И сейчас как только уберут с крыши остатки материалов и будет спокойная погода, поднимаются специалисты, наши проектировщики из всех контроля, делают дефектную ведомость и передают ее для того, чтобы фонд капитального ремонта, все-таки фонд капитального ремонта, это порядок, который определен постановлением губернатора еще в 2017 году, что на жилом фонде в случае ЧАЭС и всяких катаклизмов, значит, ремонтную работу выполняет фонд капитального ремонта. Но мы представляем пакет документов, мы даем дефектную ведомость, дальше работает фонд капитального ремонта. Параллельно проводится работа по освобождению транспортных средств из-под обломков кровли. Собственники машин, впервые столкнувшись со стихией в таком ключе, рассчитывают на поддержку властей города. Ну вот, лобовое стекло, уже все, менять надо. Оно слежит, ее ветром давит. Оно было нормально, сейчас уже раздавило. Жители города сумели пройти сквозь испытания, поставленные ветром. Множество случаев обрушений и поломок различного рода конструкций в областном центре не привели к травмам и несчастным случаям. Вызовов больше не было, среднестатистически так вызовы и были. То есть, никаких катастрофических последствий от данного урагана мы не наблюдали по нашим вызовам. Любители рыбалки, по словам очевидцев, во время катаклизма все-таки вышли на лед. Порядка десяти машин решили испытать стихию. Ветренная рыбалка прошла без происшествий. Когда выпуск уже монтировался, во дворе дома по улице Пролетарской, 84, состоялась рабочая встреча с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина. По его поручению, УМВД по Магаданской области совместно с прокуратурой региона проведут тщательную проверку действий и бездействия всех должностных лиц, отвечающих за безопасность граждан, а также чиновников фонда капитального ремонта и подрядной организации. Прокурору города поручили проверить исполнение 131-го федерального закона мэрии города. Каким образом они осуществляют текущий контроль, каким образом у них есть спрос с управляющих компаний. Плюс посмотреть прокурору города вместе с УВД, подключить людей, которые у нас специалисты в стройке. И пусть они дадут ответ. Неужели вот эти вот подрядчики, которые двумя болтами прицепили эту крышу, сделали все правильно. Какие ошибки при проектировании, почему люди оказались не защищены, почему государство должно платить дважды. И в случае, если вы выявите нарушение в проекте, или в реализации этого проекта при приемке этих работ, значит еще одно дело возбуждается. Третье дело. Раз два у вас руководителя фондов капитального строительства и ремонта сидят в тюрьме, значит и третий должен сидеть. Вечерний Магадан продолжает следить за ситуацией. В этом году, 8 февраля, специальному отряду быстрого реагирования Магаданской области исполнилось 28 лет. Практически три десятилетия назад магаданский отряд полетел в составе дальневосточного сводного отряда в Чечню. Бойцам нужно было направиться в северо-кавказский регион. Для установления конституционного строя и сохранения целостности Российской Федерации. Всего в отряде было 40 человек, из которых 15 – магаданцы. Вернулись с той командировки 13 колымчан. За время существования СОБРа через него прошло более 200 человек. Многие стали ветеранами нашего подразделения, уехали на постоянное место жительства в центральные регионы страны. Многие проживают в нашем регионе. С ветеранами мы поддерживаем постоянно связь, приглашаем на все свои мероприятия. Мы чтим и поддерживаем традиции нашего подразделения. За время существования нашего подразделения 13 человек награждены орденами мужества. Один посмертно. Это заместитель командира СОБР, Череп, Вадим Валентинович, майор полиции. Вадим Валентинович погиб, прикрывая попавшую в засаду группу в городе Грозном 28 января 2000 года. 23 сотрудника наградили медалями за отвагу, 20 человек медалью ордена за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени, 30 человек медалью за отличие по охране общественного порядка, более 80 человек ведомственными медалями. При штурме Грозного проводили специальные операции в городской черте, все последующие в горно-лесистой местности Чечни. Редактор «Вечернего Магадана» Наталья Мефтохудинова провела большое интервью о тех сложных временах. За 28 лет более 30 раз сотрудники Магаданского СОБРа выезжали в командировки в Северо-Кавказский регион, где принимали участие в различных спецоперациях, задержания и уничтожения активных участников незаконных вооруженных формирований. Как рассказал спикер Наталья Мефтохудинова, заместитель командира СОБР, война с одной стороны – это мужество, героизм, проверка своих личных качеств и коллектива в бою, а с другой – горе, слезы детей и матерей. По словам специалистов, СОБР создали для устранения разгула преступности в начале 90-х. Подразделение боролось с преступными группировками, задерживало особо опасных нарушителей закона, изымало наркотики и боеприпасы. И в настоящее время бойцы Магаданского СОБРа надежно охраняют правопорядок и мирное небо.